Гомельчане вновь жалуются на дорогу. Опубликован рейтинг стран по стоимости такси. На каком месте Беларусь? А учителям разрешили обедать в школьных столовых. 22 февраля на календаре в студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Немного мелоты. В Гомеле на пожаре спасатели откачали котика. Вчера примерно в 17 часов на проспекте Ричерском горела квартира. Людям удалось потушить пламя подручными средствами. Никто при этом не пострадал. Но было сильное задымление. Работники МЧС спасли кота. Уже на улице был проведен непрямой массаж сердца. Домашний питомец пришел в себя, пишет ЧП Гомель. Одна из версий причин пожара – неисправная проводка или приборы. Жители улицы Ромашковая в Гомеле бьют тревогу. Дорога превратилась в озеро, а вода с улицы стекает прямиком в огороды. В редакцию сильных новостей обратились жители улицы Ромашковая, которым приходится обходить огромные лужи, чтобы добраться до дома. По словам жильцов, ситуация не меняется из года в год. А весной, когда начинаются дожди, вся вода с проезжей части стекает в огороды. Опубликован рейтинг стран по стоимости такси. На каком месте Беларусь? Составители узнали стоимость одного километра по стандартному тарифу в 107 странах мира. Оказалось, что самое дешевое в мире такси в Египте – 16 центов за километр. На втором месте Пакистан. Там поездка в такси обойдется в 19 центов за километр. На третьем месте как раз Беларусь – 20 центов. Также в первую десятку рейтинга вошли Армения и Узбекистан. Поездка на машине с шашечками там стоит 26 центов за километр. А в Украине, Молдове и России таксисты возьмут чуть больше – 27 центов. Самые дорогие такси в мире в Швейцарии – 4 доллара 22 цента за километр. Теперь официально. Учителям разрешили обедать в школьных столовых. Депутаты в двух чтениях приняли изменения в Кодекс об образовании, согласно которым педагогам и воспитателям должны организовать условия для питания в учреждениях образования. Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования, предусматривающие право работников государственных учреждений дошкольного, общего, среднего и специального образования, питаться в объектах общественного питания по месту работы. Говорится в принятой сегодня статье. Подробностей, как будет работать эта мера, пока не сообщается. Ранее министр образования сообщал, что в разработке находится указ, который даст возможность учителям покупать горячее питание в школьных столовых. Однако расчет его стоимости будет производиться с повышающим коэффициентом. Глава КГБ заявил, что в Беларуси с начала года задержали более 10 завербованных силовиков и госслужащих. Иван Тертель говорит, что спецслужбы Запада резко активизировали разведку против Беларуси. Основной акцент – вербовочная работа в отношении лиц, которые имеют возможность добывания информации закрытого характера, вербовка сотрудников силовых ведомств и служащих государственного аппарата, пояснил глава КГБ. По его словам, только с начала года сотрудники КГБ задержали более 10 силовиков и госслужащих, которых подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Несмотря на ту работу, которую мы проводим, наши противники планируют дальнейшие меры по дестабилизации ситуации в стране на фоне тех событий, которые происходят у нас на юге, на фоне других локальных конфликтов на постсоветском пространстве, других частях мира. Планы их распространяются на период 2024-2025 годов, отметил Иван Тертель. Беларусь и Россия утвердили взаимное признание штрафов за нарушения по ДДМ. Это касается и камер. Напомним соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения было подписано с России еще в сентябре прошлого года. Только вчера депутаты приняли этот законопроект. Что это означает? Если Беларусь нарушит ПДД, а потом уедет в Россию, то штраф у него могут взыскать принудительно на территории РФ. При этом деньги пойдут в белорусский бюджет. То же самое касается и россиян. От ответственности нарушители не уйдут, где бы они ни находились. Либо на территории Беларуси, либо России. Сказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. Важно отметить, не штрафующий порог. Превышение скорости в нашей стране составляет 10 км в час, а в России 20 км в час. Для этого правила сделали исключение. В Бресте подорвался металлист. Сборщик металла попытался распилить найденный боеприпас. Как пишет телеграм-канал «Обратная сторона». 47-летний мужчина собирал лом по окрестностям, деревням и в лесу. Дома болгаркой резал скарб на куски и сдавал в пункты приема. Вчера около 18 часов во дворе дома при распиле, как оказалось, боеприпаса произошел взрыв. Мужчине оторвало обе стопы. Пострадала челюсть и фаланги пальцев руки. С травмами пострадавшего доставили в больницу. На месте взрыва работали правоохранительные органы. Выясняется, каким образом к Брещанину попал весь боеприпас. Весь собранный им металлолом обследуется саперами. На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях. Ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры создавал DimaTorzok